Сегодня до студии Нового дня. Завитаваю Леонид Ферблуда, тренер захиста команды Викинги Миколаев. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что в такое раннее утро пришли к нам в студию. Итак, команда Викинги. Американский футбол для Николаева действительно это новшество. Не все знают, что он существует в нашем городе. Хотелось бы от вас подробнее узнать о том, чем же занимается команда Викинги и как вообще она появилась в нашем городе? Ну да, спорт, к сожалению, действительно такой специфический и хотелось бы, чтобы люди больше про него знали. Команда появилась четыре года назад, то есть на фоне энтузиазма и желания попробовать что-то новое. И начиналось все с того, что пришло пару парней и захотело побросать мяч. Теперь это действительно дееспособная команда, которая достаточно успешно выступает на всеукраинском уровне и которая хочет бороться за чемпионство. Но, к сожалению, есть ряд каких-то неудач и в плане... Главная проблема — это, конечно, спонсорство. Потому что люди у нас еще не понимают, что этим действительно можно... То есть это шоу, этим можно зарабатывать деньги. Сейчас команда существует, в принципе, за наш счет. То есть все участники команды сдают взносы, и за этим взносом мы как бы существуем, ездим на выезды, покупаем себе форму, которая заказывается в Штатах. Ну, в общем, да, все не очень весело. То есть ребята работают на энтузиазме? Да, ну просто если в этот спорт залезть, из него уже просто так не уйдешь. Это я по себе знаю, когда ты получил травму и полгода сидишь, смотришь, как ребята ездят, рвут газон ногами, побеждают, а ты сидишь и пускаешь слезы на бровке. Четыре года назад была заложена основа вашей команды. Были профессиональные игроки или вы учились всему с самого начала? Честно говоря, это просто были люди с улицы, которые первый раз держали мяч в руках. Я лично учился на видео с ютуба, как тренировать. Вот через четыре года мы к чему-то уже пришли, уже можем поумничать, поехать куда-то. А, конечно, начинать было очень тяжело. Как объяснить людям, как что делать, если ты сам не умеешь ничего делать. Ну, как бы сейчас просто в Украине не хватает хороших тренеров. То есть в Киеве, да, есть пару команд, приглашают специалистов с Америки. Опять-таки это все упирается в финансовую сторону. Хотелось бы также узнать о том, какие у вас достижения за эти четыре года. Действительно, проблем очень много. Команда молодая и о каких-то неудачах и промахах сегодня говорить не хочется. Хочется узнать, что же было хорошего. Ну, если такие значимые достижения, тогда полтора года назад мы заняли второе место в первой лиге. Да, это первый наш был выход в какой-то такой, ну, то есть в значимый чемпионат. Было очень много, все на взводе были. Мы приехали в Харьков, играли в финале с харьковскими атлантами. К сожалению, уступили, но игра, я думаю, каждый член нашей команды запомнил эту игру. Да, и это были первые наши медали. Я думаю, что для игроков, которые действительно самоучки, добиться такого уровня, это уже дорогого стоит. Да, конечно. Особенно слышать признание игроков, которые уже по 20 лет в спорте, говорить, что мы чего-то там достойно добились, да, это действительно очень приятно. Ребята, а какие у вас планы, у вашей команды на будущее? Чего вы хотите добиться? Ну, естественно, мы хотим чемпионства, но нужно строить планы по своим возможностям. Поэтому, как бы, набрать побольше людей, подготовиться, заявляться в чемпионат и стараться пойти как можно выше. То есть, ну, мы работаем над тем, чтобы повышать уровень тренировок. Сейчас мы плотно сотрудничаем с фитнес-клубом Джим Стайл, проводим у них тренировки. То есть, раз в неделю у нас тренировка именно в плане футбола, три раза в неделю у нас тренажерный зал, потому что, если ты в зале не занимаешься футболе, тебе тоже делать нечего. То есть, ну, пока так. Но действительно большая проблема с людьми. Как бы в спорт у нас на игре должно быть на поле 11 человек защиты, 11 человек нападения. Это уже 22 человека. Плюс игроки спецкоманд. В идеале должно быть 53 человека на поле. У нас где-то 30. То есть, существует определенный недобор? Естественно. И это проблема команд практически всех в Украине. Я думаю, что большинство действительно активных и спортивных парней нашего города хотели бы заняться американским футболом. Хотелось бы от вас, как уже от профессионала, узнать, что для этого необходимо, кроме просто желания. Ну, желание – это самое основное. Да. Как бы в плане денег на первое время вообще ничего не нужно. То есть, у нас тренировки, в принципе, бесплатные. Единственное, взнос у нас 100 гривен – это оплата зала. Все тренировки мы проводим бесплатно. Экипировку на первое время мы тоже выделяем, так как она, в принципе, не дешевая. Все. То есть, для человека, который хочет попробовать, но не уверен, получится у него или нет, сильных затрат у него не будет. Вы предоставляете возможность попробовать себя. Да, на первое время хотя бы прийти попробовать, потому что спорт действительно специфический, он не каждому подходит. Не обязательно быть здоровым парнем, там, за 100-120 килограмм и говорить, что у тебя все получится. Бывает, приходят ребята действительно большие, ты так смотришь на него, ого, ну давай, ладно, а он боится. А приходят парни такие под метр 60-60 килограмм, шлем одел и летит, ничего не боится. То есть, да, ну как бы это дело духа, то есть, если человек сильный духом, да, у него что-то получится. Действительно, очень специфический вид спорта и довольно-таки травматический. Честно говоря, по статистике, баскетбол и велосипедный спорт травматичнее, чем футбол. Если все делать по технике, у меня лично, я свою травму получил в тренажерном зале, а не на поле. За 4 года ни одной серьезной травмы не было. Есть люди, да, которые выходят каждый раз на поле, получают травму, но это все из-за отсутствия под шлемом чего-то. Хотелось бы также узнать, есть ли какие-то специальные пробы, чтобы попасть к вам в команду? Ну, сейчас у нас открыт набор, то есть, человек может просто созвониться с нами, написать нам в соцсетях, прийти, попробовать, мы ему скажем, есть ли у него какие-то шансы или хотя бы задатки. В принципе, по человеку буквально с первых шагов видно, получится ли у него что-то, есть ли у него желание. Или он пришел просто сфотографироваться в форме, чтобы девочки написали. Специальных параметров вы сказали нет, можно прийти и в 60 килограмм маленьким и чего-то добиться. А вот по поводу возраста? По поводу возраста, опять-таки. Были ребята в 16 лет, которые весили 100 килограмм, жали от груди 100 килограмм раз в 10 и могли спокойно играть. Бывают, приходят уже мужики где-то лет по 30, и говорят, ой, мне что-то страшно, а вот вдруг я упаду. Ну, как бы, то есть тоже, как бы, больших рамок нет, в принципе, даже в 16 лет можно уже играть, нужно смотреть по параметрам, развитие очень разное. Я, например, в 16 лет был метр пятьдесят и с пузом, поэтому, а есть, приходят, как бы, уже подготовленные ребята. А вот по поводу занятости хотелось бы узнать, насколько занят будет игрок, если он уже вливается в вашу команду, будет ли у него возможность заниматься каким-то делом учебы, работы, если есть человек? Значит, в принципе, в нашей команде студентов очень много, и, как бы, ну, действительно, находить время на четыре тренировки в неделю можно, я по собственному опыту говорю, когда я работал, учился, еще начинал заниматься, поэтому тоже, опять-таки, все зависит от желания. Если человек захочет, он найдет время. Если человек не будет хотеть, у него найдется куча проблем, нога болит, мама не пустила, холодно, а вдруг меня ударят, то есть, это уже такое, это все зависит только от человека. Видя, как горят у вас глаза, когда вы рассказываете о своем любимом виде спорта, о деле, которым вы занимаетесь, я думаю, что стоит все-таки парням, которые верят в себя, попробовать, и предлагаю вам пригласить все-таки участника к вам в команду, и, возможно, все-таки напомнить меценатам и спонсорам о том, что есть американский футбол в Николаеве, и его стоит развивать. Вам слово. Спасибо. Ребята, мы всех вас приглашаем к нам на тренировки, если вы уверены в себе, хотите чего-то доказать, хотите выйти на всеукраинский уровень, приходите, мы вас научим, мы сделаем вас чемпионами. И обращаемся ко всем меценатам в нашем городе, придите, посмотрите на нашу игру, посмотрите, как у ребят горят глаза, как они стараются, как они защищают свой город без каких-то денег. Нам не выделяют, не платят зарплат, мы выходим и славим Николаев на всю страну. Спасибо вам большое.